Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал, с вами я Дэнджелос, прекрасного, замечательного и солнечного Лос-Анджелеса И как вы понимаете, переехав в Америку, я осознал, что финансы обязаны стать неотъемлемой частью моей жизни Музыка в моем сердце, это то, что я хочу делать, и буду делать, и делаю Но это длинный тернистый путь, который мне до сих пор нужно проходить И сегодня я хотел бы обсудить с вами такую тему, которую лично я считаю, ощутил это на собственном опыте Каждый мужчина, тем более если он глава своей семьи, обязан эту тему для себя раскрыть хотя бы немного И расти в финансовом плане Речь, разумеется, пойдет об инвестициях Почему американцы так склонны инвестировать и производить хотя бы какие-то манипуляции на рынке ценных бумаг Какая часть это культуры и в принципе, почему они так делают Подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий и давайте поговорим о деньгах Итак, как всегда, небольшая предыстория Когда я переехал в Америку, я был убежден в том, что я обязательно прославлюсь Запишу очень крутой альбом И через пару-тройку лет буду разъезжать с гастролями И вообще-то это очень крутая, замечательная установка Надо уметь мечтать Но, как я говорю часто, не нужно строить иллюзии Потому что если человек сидит на заднем месте и ждет, когда случится чудо Это глупо, неправильно и не по-взрослому Сегодня у меня уже семья, у меня уже двое детей И как-то я помню, знаете, меня спрашивали Вот, а почему ты не думаешь о будущем? Когда у тебя появятся дети, тебе нужны будут деньги Почему ты сейчас не займешься делом, а потом не сделаешь музыку своей хобби И так далее Это все довольно личные вопросы Я не хочу глубоко в них сейчас заходить Но, ребят, живя в Америке, я понял одно Ничто не мешает мне заниматься сторонними финансами И развиваться как музыкант Это раньше я, когда в России жил, думал, что мне нужно выбрать что-то одно Либо карьера в банке, либо музыка И непонятно, как долго это возьмет, как много это возьмет Случится ли это вообще, через что придется пройти, понимаете? Здесь, в Америке, абсолютно все по-другому Может, даже, кстати, и в России многое изменилось, я не знаю Но в Америке все абсолютно по-другому Человек берет под контроль все части жизни Спортивную, финансовую, образовательную, развлекательную, творческую Понимаете? Свобода во всем Делай все, что хочешь Если ты можешь это все распределить по управленческим полкам Давайте так их назовем И почему же я решил инвестировать? Во-первых, ребята, когда я работал в России Я, ну, знаете, отдаленно задавался вопросом А действительно ли в Америке инвестирует каждый? Или это такой способ заманипулировать клиентом Вызвать у него какие-то эмоции, чувства Чтобы в конечном итоге он принес свои деньги? Нет, оказалось, действительно Очень многие американцы Вне зависимости от своей должности, позиции Занимаются инвестированием Я, честно говоря, был в шоке Когда встретил нескольких, таких же, как я, доставщиков Которые постоянно говорили о криптовалюте Я сначала думал, дуб-дубом какие-то непонятные языкатые ребята Нет, они реально, знаете, 500-600 долларов в месяц на тот момент зарабатывали Да, конечно, у них бывали потери Они этим тоже делились Но чем больше я начал задавать вопросов про инвестиции Тем больше я удивлялся, что даже почтальоны Даже официанты Даже водители такси То есть, понимаете, люди, которые в огромном большинстве во всем мире Даже не знают, что можно открыть свой брокерский аккаунт И зарабатывать онлайн Я сейчас прозвучал так, как будто я собираюсь вам что-то прорекламировать Нет, я просто вам собираюсь рассказать о своем опыте И, конечно, поверьте мне, если бы кто-то из брокеров решил купить у меня рекламу Я бы снимал абсолютно другое видео В абсолютно другом месте С абсолютно другим текстом Я просто считаю, что абсолютно любой человек Имеет право обрести финансовую независимость И, знаете, сейчас немножечко философии сюда вот я впихну Потому что это тоже очень важно То, как человек Я не знаю, как по-русски mindset сказать Давайте, пишите в комментариях Я знаю, что у меня есть переводчики Если человек не установил свой mindset Что он может обрести финансовую независимость Он ее не обретет И не важно, где он живет Да, то, что страна дает возможности То, что страна дает такое образование И духовное, и дипломированное Это круто Но человек в любом месте может Установить mindset Что он имеет право обрести финансовую независимость Другое дело, как долго это возьмет К чему надо быть готовым и так далее Итак, наконец-то мы добрались до скриншотов Смотрите внимательно Собственно, вот говоря Вот мой брокерский лицевой счет Почти 24 тысячи долларов на данный момент Недавно я оформил подписку в Robinhood Золотой клиент И получаю сейчас 4,65% годовых Но это не вся сумма Потому что государство объявило 5,25% Поэтому Robinhood на мне зарабатывает Не только с подписки Но еще и немного с процентов Не только на мне На криптовалюте я особо не задерживаюсь Так как я до сих пор не понимаю Что ею движет Иногда мне так и кажется Что кроме покупки-продажи Ну и поведения банков На нее ничто не влияет Ну окей, я не аналитик Вот, собственно говоря Основное, на что я опираюсь Всего лишь немного у меня здесь Amazon, Tesla Был еще Google, я его продал Это спекулятивные акции Долго на них не буду заострять внимание Можете остановить, посмотреть У меня большое количество разных акций С разных отраслей И вообще большой секрет успеха Это максимальное диверсифицирование С упором на дивиденды Более подробно я буду рассказывать В следующих видео Сколько заработал Так что обязательно подписывайтесь И ждите Ну, знаете Говорить здесь можно много Долго И вообще И жаль, что я не сказал об этом в начале Ребят Это никакой не финансовый совет Это никакая попытка вас куда-то заманить Я просто делюсь своим опытом Потому что считаю, что это крутая возможность Если этим пользоваться правильно Если ты поддерживаешь эту идею Обязательно подписывайся на канал Ставь лайк Пиши комментарий Я уверен, что кто-то Кто намного лучше меня разбирается В рынках ценных бумаг Криптовалюты Биржи Тоже меня как-нибудь посмотрит Друг Подруга Обязательно напишите комментарий Я здесь Не только для того Чтобы делиться своим опытом Но и впитывать Чужие знания Опыт Если это полезно Это будет новая рубрика Один-два раза в месяц Я обязательно буду показывать вам Свой инвестиционный портфель Говорить об успехах О потерях И я надеюсь Что вместе мы с вами Вырастем очень скоро